Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем Асценар-канале. Сегодня я решила снять для вас такой маленький обзор своего аквариума. Такой у меня небольшой аквариум, здесь живой рыбки Купи. Купи, Купи, Купи. Так, они еще не в кадре, но я их обязательно вам покажу. Но сперва давайте немного рассмотрим, как здесь все обустроено. Я решила специально выключать кислород. Чтоб он приятно шурчал на воде. Так. Вот и сами рыбки. Им тоже интересно. Они все прибыли на камеру. Рыбки Купи, они известны своими яркими хвостиками. Самая красивая рыбка в аквариуме это вот эта вот большая с синем хвостиком. Также вот эта рыбка, которая прямо таки в кадре. Я называю ее тыковкой, потому что у нее хвостик, как тыковка на Хэллоуин. Выглядит. Вот тыковка на переднем плане с оранжевым хвостиком. Вот эта вот синяя рыбка с большим хвостиком. Это на всех этих рыбок есть еще самая старенькая рыбка. Вот она проплывает. Это такой очень старенький, старенький рыбочек. Я называю его деда-раритеда, потому что ему уже досталось в множественных драках. Его недолюбливают почему-то, но не особо сильно обижают. С ним все в порядке, его никто не притесняет. Просто он, я думаю, сам нарывается на проблемы. Так. Как много здесь рыбок. Также у меня здесь есть корм для них. Это такие небольшие гранулы. Специально для рыбок Гумпи. Довольно-таки забавные рыбки. Очень интересный факт про рыбок Гумпи. Я это сама заметила и решила в интернете вычитать, что же это означает. Почему так происходит. Иногда у рыбок глаза становятся полностью черными. Вот, например, у этих рыбок, которые вы видите, у них глазки сейчас абсолютно нормальные. А когда у рыбки становится весь зрачок черный, это означает, что Гумпика чем-то недоволен. Что-то его, значит, не устраивает. И он так выражает свое недовольство черными глазами. Вот, а когда снова все его устраивает, он опять, его глаз возвращается в обычное состояние. Такое полубеленький, получерненький. Нормальное состояние. Я даже не знала, что у рыбок так может быть. Возможно, у каких-то других видов рыбок какие-то свои есть интересности. Но вот у губиков так. Я сейчас не покупаю грим, а в их клам никакую другую разновидность аквариумных рыбок. Потому что я боюсь, что они начнут ссориться, ругаться, кусаться. Я этого совсем не хочу, пускай они живут спокойно, мирно. К тому же все рыбки, кроме трех, кроме этих двух больших, и деда, раритета, и остальные все, это родившиеся рыбки. Представляете? Все эти рыбки, они родились у трех рыбок. Их так много, я думаю, возможно, со временем их станет даже еще больше. Да. Поэтому, Даша, наверное, глупо покупать еще рыбок. И потом будет в аквариуме перенаселение. Это тоже не самое лучшее для рыбок, когда перенаселение в аквариуме. Также мы сбоку повесили лампу, сбоку аквариума. Это небольшая такая лампа на липучках. И она очень красиво посвечивает рыбок. Еще свет, знаете, такой, и сильно раздражающий. Как раз в первом, рыбки чувствуют себя с этим светом комфортно. Жалко, камера быстро не фокусируется. Еще это, наверное, трудно так сфокусироваться быстро, потому что рыбки очень юркие. Так. Очень красивые. У них хвостики яркие-яркие. А на данном аквариуме я решила в этот раз высыпать капушки такой дробинкой. И поставила в сторонку самый большой коралл, пушистенький этот коралл. Очень любят мальки. Они там прячутся и спокойно себе растут, пока не окрепнут. И когда не окрепнут, они выходят все к остальным рыбкам. Давайте посмотрим на рыбок сверху. Так. Они, конечно же, все сразу подумали, что сейчас их будут кормить. Раз, какие-то руки сверху паячут. Вот столько рыбок сверху, я даже не считала, что их уже около 15. Уже. Около 15. Спасибо большое, что посмотрели, как дела на моем аквариуме. Так. Все рыбки скажите пока-пока. Буду совершать видео. И до новых встреч. Всем пока-пока.